приветствую всех на своем канале приветствую новых зрителей сегодня хочу показать вам как что такое энтарсия и как она вяжется энтарсия это вязание многоцветное вязание обратно поворотными рядами но сегодня хочу показать вам как вязать энтарсию по кругу по кругу как видите вот у меня я начала вязать это можно начать и самого начала да вот у меня сейчас в руках работа здесь у меня рукав значит начинаем мы вязать с лицевого ряда здесь нам нужно сделать накид моем случае это вот так иначе и мы начинаем провязывать наш цвет провязываем сейчас покажу вам как я дойду до конца ряда до конца цвета если вам будет что-то непонятно напишите в комментариях обозначить и как то что вам непонятно так у меня здесь цвет закончился сейчас я тут виду новый цвет я просто присоединяю тот цвет который хочу чтобы был шел у меня далее так как говорилось давным-давно что энтарсия не вас энтарсию невозможно вязать по кругу мы сейчас с вами это опровергнем так как и опровергнем то что вязать энтарсию лучше всего из ниток одного одной толщины энтарсию можно вязать нитками разной толщины но прям уж и ирис мы здесь не берем но можно разными нитками вязать что дальше также можно энтарсию вязать не только лицевой гладью но и каждый участок цвета можно вязать например каким-нибудь рисунком или чередовать лицевые и изнаночные скажем так островки доходим мы до соединения нашего цвета здесь можно сделать вот что я хочу вот эти две петельки провязать другим цветом я старую нитку вот который сейчас вязала на нее под под нее подкладываю новую нитку это у меня остается в правой руке но не сильно затягивайте вот так растяните провязываем первую вторую снимаем и снизу вот тут снизу мы подхватываем нашу протяжку так у вас все петельки будут одинаковой высоты и так мы продолжаем вязать следующий цвет пока теперь покажу вам как провязала я первый лицевой ряд как я буду соединять эти две петельки новые итак мы выходим на финишную прямую нашего ряда довязываем цвет и последнюю петельку нашего цвета и вот видите здесь у меня как раз таки тот самый накид все я выровняла вот у меня получается смотрите все одинаково дальше что мы делаем дальше нам нужен второй ряд изнаночный мы переворачиваем наше вязание она у нас проходит внутри здесь мы тоже самое делаем тоже мы делаем накид и вяжем также хочу сказать что если вам к примеру нужно чтобы у вас не образовалось ровного до вот как например здесь у меня было два ряда сделано вы можете переходить в ту или иную сторону и просто сейчас так как у вас выровнялся ряд получается что вы можете либо вправо либо влево ходить в лицевом или изнаночном ряду и все то же самое мы провязываем тут примеру я хочу чтобы у меня было вот эта розовая нитка проходила над желтой я накидываю вместе с петлей провязываю дальше нитка желтого цвета у меня будет перед работой а тут я на эту петельку после этого я откидываю мою розовую нитку и вижу уже только желтой тем самым если у вас есть схема это хорошо придерживайтесь своей схемы сейчас у меня такая что придумала то и связала и так продолжаем до конца этого ряда и так заканчиваем изнаночный ряд довязываем петельки как видите последняя петелька плюс накид просто провязываем и все и по новой лицевой изнаночный ряд лицевой изнаночный ряд выглядит это вот так попробую побольше вам показать это выглядит вот так как видите вот здесь у меня буклированная нить пряжа это все с остаточков очень хороший вариант если у вас осталось много каких-то ниточек их можно все как видите создать такое хорошее практичное изделие вот тут разные даже толщины и все прекрасно и как видите это у меня перед вот у меня идет рукав смотрите пользуйтесь обязательно делайте красивые вещи спасибо что посмотрели